Игнат Тихонович, задавали вопрос, на какие средства издаются книги, вы не расслышали? У меня нет 14-го тома. Есть такие люди, которые считают, которые понимают. Вот его брат, отец Иоанн Суворов, он дал нашу книгу одному президенту химической компании, а у него погибли муж и жена Сокол. И он сразу деньги мне перечислил, я бы купил. Бывает так вот, мне нужно выкупать болды. То есть, на благотворительность. Понимаете, это не та благотворительность, как я шел бы по предприятиям, где-то просил. Это по-другому, я у Бога прошу. У Бога. А Бог направляет к вам такие люди. Понимаете, Бог делает так. Вот у меня первая книга, книга стихов. У меня стихов, 3400 стихов моих написано. По 9 куплетов каждый стих. Напротив каждой строчки, вместо писания, откуда взята мысль из Библии. Это вообще такого нигде нет. Но мне денег-то нет. Ну нет ни у кого. Но заболела наша сестра одна, Надежда Павловна. У нее рак. Я ей говорю, когда ты отойдешь к Господу, там поклонишься через 40 дней Богородице, найди Николу Чудотворца. Он любит деньги давать нуждающимся. Попроси у него медля книги. Я разговариваю, как будто она пошла к соседу богатому. Да, не говори. Вот проходит еще время, она совсем больная. Два сына, оба милиционеров у нее, интересно. Я прихожу, я говорю, ну ты помнишь, нет? Она же говорить не может. Вот она умерла, 39 дней, 40. Ну что, ну ничего нет. А мы так ждали, что что-то будет. Ну, 40-й день еще нету. Как иду вдруг, звонок. Заходит человек, вы деньги хотели, там вынуждены. Да я вам деньги дам, а маленький саквояжик с собой, при одном условии, чтобы никто не знал, что я у вас был. Я к вечеру уже книги выкупил. И в газетах напечатали помощь с того света. Больная была сестра, но уже были деньги, и она вам говорила, что на 40-й день деньги поступили. Другой, у меня ночует несколько священников дома. А у вас дома, извините, дом у вас отдельный. Квартира у меня, я расскажу, квартира своя. Нету дома никого. А голуби залетели уже? Ну, я не знаю. А может, они на улице сидят, Костя? Нет, нет ее дома никого, они уехали. А голуби куда-то летают тут? Подожди, ну ты сейчас войдешь туда и покажешь. Да нет, они мне нужны голуби, да только посмотреть глазами, ладно? Да ладно, потом посмотрим. Чтобы они только не залетели спать. Ну, ну и что, священники? Ну, вон они сидят. Да пусть сидят. Да посмотрите. И там есть голубятни, вон там. Мы голубятни выйдем и посмотрим. Ну, 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 ну. Вот голубятни, все одинаковые. У меня красивые голуби там. Вот священники у меня ночуют. Я говорю, мне выкупать надо том и денег нет. Это же, представляете, 38 книг. Я 38 раз убога бы прошел. И он говорит, а откуда? Я говорю, откуда я знаю, откуда. Убога. Он не докладывает мне, он дает и все. Священники, а ведут, а нет у них. Ну, уже в позднее время помолились. Ну, легли спать. У меня этажи, это плацкарта, комната разбита так. Я их распределил. Вдруг ночью звонок. А я говорю, после 9 ко мне не звоните, никто. После 9 у нас молит по личное время. Потом посмотрим. Послушайте, интересно будет. Ну, подожди, послушай, интересно. Ладно. Первая мысль была недовольство. Только лег, вставать, и холод, зима. Ладно, думаю, может издалека правда звонят. Так, это Барнаул, Барнаул. Звонят в Сакраменто, США. Говорят, у вас церковь, а имя Климента. Я говорю, не церковь, а лагерь детский. Так у нас дядя Климент умер. Сказали, где вот во имя его там, там лучше молитва слышно-то. Мы вам деньги пошлем. Возьмите, пожалуйста, чтобы помолиться. Я утром иду в Вестер-Мьюн, деньги уже на руках готово. Священники так ахнули. Бесты молились, но вы, может, знали их, понятия не имеют. Вот они, видишь, они все к нам на крыше. Вот они у него в анкете еще есть. Вот они куда и летают. К нам на крышу. Вот они, бойные. Вот я уже вижу, какой породы. Вот это, у которых пестрые-то были, я их не знаю. Вон они сидят. На ногах у них обножка есть? Женя! Женя! Можно к вам зайти на минутку, а? А? Уйдите вдвоем.